Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Владимир Толочко, компания Sail Motors. И сегодня мы вам покажем Ford Explorer. 16 тысяч 100 долларов выборочная отставка. Автомобиль у нас с 2020 года. Лимит от комплектации. Повредена передняя часть. Уже делаем фото-видео отчет для заказчика в группу. Женя фотографирует его полностью, показывает все нюансы. Имеется фаркоп у автомобиля. Машинка Run&Drive с целой безопасностью, кстати. Есть нюансы там по кузовщине, по косяке, по покраске. Но в основном довольно-таки неплохо. Капитанские сидения. Три ряда сидений вообще. Пробег, сейчас глянем, какой у нас тут пробег. Пробег 7500, а, 70547 миль. Да, 70 тысяч. Вот такой тут у нас удар. Ребят, подбираем его для вас с автомобилей на нашем телеграм-канале. Вот наш телеграм-канал, Seymotors Official. Там очень много отобранных, хороших вариантов со страховых аукционов. Поэтому не стесняйтесь подписываться. Ссылочку закрепляю в описании. 2,3 кабус. Подожди, подожди. 2,3 кабус. Сейчас проверим уровень масла. Вот так вот выглядит подкапотка. Жидкости все на своих местах. Женя пошел за тряпочкой. Сейчас протрем все здесь. Ну, грязно, но это все убирается. Это все не проблема. Фара правая у нас вся целая. Решетка радиатора, ребят. Ну, кажется, визуально целая. Но нюансов хватает. Здесь все разломано. Здесь разломано. Есть камера. Это хорошо. Ну и что у нас там с маслом? Щуп провалился. Полный уровень. Все хорошо. Масло темное нужно менять. Так, ребят, из нюансов смотрите, что еще мы видим здесь. Фара левая. Ну, стекло-то визуально целое. А вот крепление тут сломано. Здесь кто-то побывал уже. Кто-то снимал, смотрел. Ну да, подвязки какие-то есть. Хотя машина от страховой компании. Поэтому мы сейчас загоним вовнутрь, будем снимать по бамперу. Ну, а пока я хочу обойти, показать ее здесь. Так, крыло левое визуально целое. Диск визуально цел. Секреток нет. Резина очень даже неплохая. Накладочка на крыло здесь есть. А вот эта накладка левая крыла, арка крыла нету ее. Левая дверь визуально вся целая. Зеркало с повторителями. Камера обзор 360. Слепые и мертвые зоны. Накладки на двери есть с левой стороны. Левая и задняя дверь также целая. Диск визуально цел. Царапин нет. Резина. Резина классная. Левая четверть вся целая. Фонарь весь цел. Задний бампер с партрониками. Есть повторители. Есть у нас и фаркоп. И как бы розеточки все под фаркоп. Бампер весь цел. Правый фонарь весь цел. Крышка задняя. Ну, без нюансов. Дворник на своих местах. Есть камера заднего вида. Где у нас тут что? Опа. Электропривод задней крышки. Внутри. Ну, внутри здесь, конечно, что-то возили. Такое жесткое. Грязи хватает. Но это все убирается. Все чистится. Панорамка есть. Безопасность целая. Ремни здесь целая. Электропривод сидений. Это у нас, как я понимаю... Опа. Вот так вот. Подголовники складываются. И можно сложить, как я понимаю, сиденья. Два. И получается, только-таки, местительный багажник. Ну, вот так вот что-то и возили. Женя меня позвал. Говорит, я удивляюсь, как она заводилась. Смотрите, у нас тут вот так вот перебиты провода. Здесь перебиты провода. Ну, да. Странно, как она заводилась. Вот в таком вот состоянии пластик. Весь такой зашарпанный. Да, весь поцарапанный. С правой, с левой стороны. Ну, что-то возили. Такое чувство, будто строители что-то возили, да? Ну, и сама крышка багажника, да? Вот. Вот эта вот обшивка. Поработать с ней придется, но это все восстанавливается. Так, правая, задняя, четверть, ребят, у нас все целое. Рейлинги хромированные, панорамка все целое. Дверная карта, правая, задняя. Все с ней неплохо. Сыденья. Средний ряд. Все неплохо. Есть, как бы, ковры. Одни, вторые. Здесь ковров у нас не наблюдаем. Есть два подстаканника. USB, USB-S. Управление мы видим, да? Климат-контролем. Дверная карта левой и задней двери. Неплохо. Есть шторки. Вот так вот отсюда выглядит панель приборов. Центральная консоль. Закрываю, Женя, окошко. Так, окошко все, ребята, работает у нас. Дверная карта, пассажирская дверь. Все с ней нормально. Вот так вот выглядит сидение. У нас начинаются мелкие дождики. Мы поедем в гараж дальше. Доснимать и снимать, кстати, бампер и все остальное. Ford Explorer. Поехали же. Потихонечку, опа. Проедемся, как у нас тут происходит, что и как. Музыка, кстати, Bank Nolson. Сейчас, я думаю, мы включим музыку. Горит Check Engine. Бывает. Центральная консоль. Так, у нас здесь два подстаканника. USB, USB-S и прикуриватели. Все это закрывается. Лобовое стекло с трещиной. Да, ага. Вот это вряд ли кто-то видел. Панель приборов целая. Рулевой айрбэк целая. Ну, вообще, безопасность вся целая. Здесь ничего нет, кроме шоколада. И то его весь съели. Смотри, мышки съели. Мышки съели все. Так, мы в гараже. Давайте будем заниматься съемом бампера. Ребят, что у нас здесь есть? Смотрите, у нас есть подогрев сидений, подогрев руля. У нас есть охлаждение, обдувы. В общем, как-то так. 360 обзор, ну-ка. Да, 360 обзор, полностью рабочий. Проходим далее. Крыло правое визуально все целое. Капот у нас полностью цел. Но с лобовым стеклом мы уже все поразобрались. Диск правый, передний не царапан. Весь цел. Женя сейчас будет снимать. Передний бампер начинает. Здесь уже подкручивал все. Ну, давайте смотреть, что там. Двигатель работает как часики. Несмотря на то, что там он жили белки. Видно, да, вот. Опа! Гениздо белок. Водительская дверная карта. Вся полностью целая. Управление стеклоподъемниками. Так, у нас управление, как я понимаю, с зеркалами. Зеркала, да, складывающие зеркала. Все хорошо. Есть три памяти сидений. Водительское сидение. Ну, семьдесят тысяч, да, немножко вот. Я бы поменял вот эту подушечку. Ну, а так кожа более-менее. Безопасность вся целая. У автомобиля, ребята, один ключ. Вот так вот выглядит. Так, здесь у нас есть сервороль. Все это хорошо. Регулировки фар. Кнопочки для открывания багажника. Вот так вот выглядит рулевое колесо. Все управление здесь. Кнопочка push start. Кстати, красивая отделка, ребята, обратите внимание. Пластик под дерево. Ну, а музыка Банкла Офсон, я думаю, что тут должно быть что-то высшее. Как бы нам это послушать радио, было бы неплохо. Качает неплохо, кстати. Обратили внимание, у нас здесь даже есть лепесточки. А еще мы здесь имеем беспроводную зарядку. Два подстаканника. Как у большинства фардов, домофон такой. Женя снял, ребят, передний бампер. И что у нас там? Ну, мы отличили камеру, я понимаю, да. Да, да, да. Провода перебиты. Противодиманка правая целая. Радар, юбка эта нижняя вся в мусор. Есть там парктроник, здесь парктроник. А нижняя защита... Радар побит, целая. Радар разбит, ребят. Точнее, даже, мне кажется, крепление, да? Да, крепление его само. Сам радар более-менее цел, да. А, вот здесь вот так вот. Реснички целы. Это у нас с омывателя фар, как я понимаю. Да, да, да. Ну, не страшно. Не так страшно, как казалось. Подкрыльник порван. Да, подкрыльник тот порван. Этого вообще нет. Но это не проблема. Так, ребят, мы здесь сразу, смотрите, что будем делать. Противотоманку снимем, решетку совсем снимем. Все пластики, которые целые, снимем. Сам бампер-кавер мы выбрасываем. А нижнюю юбку выбросим. Все с нее снимем. Заказчик как раз не спит, задает уже Жене вопросы в группе. Что-то какое-то целое. Единственное, вот это, вот это, я не понимаю, форму. Женя ему сейчас отвечает. В общем, как-то так пошло. Пошел движ уже в группах. В общем, вот что у нас происходит в группе. Смотрите. В общем, друзья, вот такой у нас был обзор по Ford Explorer. Все остальное мы, конечно же, заказчику предоставим в группу. Если вас интересует покупка таких автомобилей, такие услуги. 7 Моторс. Плюс 1, 2, 6, 7, 6, 3, 2, 4, 7, 7, 4. Пишите в WhatsApp желательно. С вами был Владимир Толочков. Всем пиз. Заказчику все показали. Все, паркуемся. Ждем результатов. Что скажут делать, то и будем делать.